Когда Лорен Макласки начала встречаться с молодым человеком, она надеялась, что найдет свою любовь. Однако после случайного открытия поняла, что мужчина на самом деле был осужденным преступником, имел другое имя и был намного старше. Лорен прекратила с ним все контакты, но, к сожалению, она не знала, что бывший молодой человек способен на шантаж, преследование и даже убийство. Из-за постоянных угроз в свою сторону 21-летняя девушка 6 раз обращалась в полицию за несколько дней до трагедии и отчаянно просила о помощи, но ее мольбы так и остались без внимания. После окончания средней школы Лорен Макласки поступила в университет Юты, где достигла больших высот в учебе и спорте. Она была чемпионкой штата по легкой атлетике и установила множество рекордов. Несмотря на свою популярность, она оставалась скромной, а все свободное время проводила в кампусе за учебниками. В тот момент, как ее сверстники устраивали бурные вечеринки. На последнем курсе она решила нарушить правила и выбраться в город, чтобы весело провести вечер со своей соседкой по комнате. Выбор места пал на популярный бар среди молодежи под названием «Лондонская красавица». Когда девушки подошли к пабу, их встретил 28-летний охранник заведения Шон. Весь вечер он проявлял знаки внимания к Лорен. Когда пришло время уходить, Лорен решила сделать то, что никогда не делала. Она написала на салфетке свой номер телефона и протянула Шону. На следующий день молодой человек написал ей сообщение, и они договорились встретиться. Свидание прошло замечательно. На эмоциях Лорен позвонила матери и с воодушевлением рассказала о том, какого прекрасного и заботливого парня она нашла. Когда они начали встречаться, друзья наблюдали, какой счастливой стала Лорен. Однако по мере того, как шло время и их отношения развивались, подруга Лорен начала замечать очень тревожные знаки. Все из-за того, что Шон начал контролировать каждый шаг своей девушки. Он не разрешал ей видеться с друзьями и устраивал скандалы, если она не отвечала на звонки. Ее близкие заметили, что она старалась отвечать Шону как можно скорее, всякий раз, когда он отправлял ей сообщение. Дошло до того, что она просила подругу писать ему СМС, пока она была за рулем. Когда друзья начали говорить, что считают поведение неприемлемым, Лорен отмахивалась и оправдывала Шона тем, что ему в прошлом изменяли. И поэтому у него есть проблемы с доверием, с которыми, по ее словам, он понемногу справляется. По прошествии нескольких недель близкие начали замечать, что отношения стали оказывать на нее психическое и физическое воздействие. Они отправились в офис кампуса, чтобы подать жалобу. Их озабоченность вызвала то, что Шон проносит свое огнестрельное оружие в комнату Лорен. А поскольку общежитие находилось на территории кампуса, то это строго противоречило всем правилам. Администрация кампуса проигнорировала обращение и ничего не предприняла. По мере приближения осенних каникул Лорен и Шон продолжали встречаться. Перед тем, как отправиться в родной город, чтобы повидаться с семьей, девушка случайно увидела удостоверение личности своего молодого человека в первый раз. В паспорте была его фотография, однако его имя отличалось. Документ принадлежал некому Мелвину Роуленду. Это сбило Лоренс толку. Но вместо того, чтобы рассказать, что она знает правду, девушка решила провести собственное расследование, чтобы попытаться выяснить, кем на самом деле является мужчина, с которым она встречалась. 5 октября она приехала на каникулы к родителям. Девушка решила найти всю информацию, касающуюся ее парня, в интернете. К своему ужасу она обнаружила, что человек, с которым она встречалась, прятался за фальшивым именем, скрывая свою страшную личность. Как оказалось, Шон лгал Лорен буквально обо всех аспектах своей жизни. Мелвину Роуленду на самом деле было 37. А что еще хуже, у него был огромный список правонарушений. Он неоднократно был судим и 14 лет провел в тюрьме. Также она узнала, что он числился в базе сексуальных преступников и находился на условно-досрочном освобождении. После открывшейся правды Лорен обратилась за помощью к родителям и друзьям. Все в один голос настаивали на том, что девушке нужно порвать с ним как можно скорее и прекратить все контакты. После возвращения в университет 9 октября Лорен собралась окончательно и бесповоротно поставить точку в их отношениях. Однако ей нужно было встретиться с ним лично, поскольку перед тем, как Лорен уехала в родной город, она одолжила свой автомобиль Мелвину. Это все усложняло, но она собралась с мыслями и написала мужчине, что им нужно поговорить. Сидя в своей комнате, находящейся на первом этаже общежития, она около часа обсуждала план действий со своей подругой Алекс. В этот момент она заметила какое-то движение за окном. Потом, высунувшись, Лорен увидела Мелвина, сидящего на корточках. Оказалось, что он слышал весь разговор. Ролэнд впал в ярость. Он ворвался в квартиру и потребовал немедленно прекратить разговор, и выпроводил подругу. Лорен сказала мужчине, что хочет закончить отношения, потому что он полностью утратил ее доверие. Мелвин начал все отрицать и говорил, что не совершал ничего из того, за что его отправили в тюрьму. Лорен не купилась на лживые оправдания и заявила, что больше не желает его видеть. Будучи физически в два раза больше Лорен, он удерживал ее всю ночь в комнате, не давая ей выйти. Продолжая убеждать в том, что это все неправда. Спор продолжался до восьми часов утра, и в конце концов, Лорен убедила мужчину выпустить ее из комнаты, так как ее ждали на тренировке по легкой атлетике. Для того, чтобы продолжить свои манипуляции, Роленд вновь попросил одолжить ему машину, тем самым у него появилась очередная возможность увидеться с девушкой. Позже того же дня Лорен получила текстовое сообщение с незнакомого номера, в котором неизвестный спрашивал, почему она рассталась с таким замечательным парнем, который ее безумно любит. Следом пришло сообщение с другого неизвестного номера, в котором девушке угрожали разбить автомобиль. Обратившись за советом к своей матери, та порекомендовала дочери обратиться в службу безопасности кампуса. Но, сомневаясь в том, что дочь сделает все правильно, сама связалась с администрацией и рассказала, в какую неприятную ситуацию попала дочь, и что ей нужна помощь с возвратом автомобиля. Лорен попросила бывшего парня оставить машину на парковке стадиона. В тот же день сотрудник администрации университета забрал автомобиль и вернул хозяйке. Несмотря на удачное решение проблемы, Лорен продолжала получать странные сообщения. В одном из них неизвестный написал, что Мелвин «побой» из-за того, что они расстались. Лорен быстро поняла, что СМС отправлял ей Мелвин, так как во всех сообщениях были одинаковые орфографические и грамматические ошибки. Девушка решила, что нужно что-то делать, и обратилась в полицию, так как тексты с каждым разом становились все агрессивнее, а с середины октября начали поступать угрозы в ее адрес. Девушки написали, что если она не переведет тысячу долларов, ее обнаженные фотографии станут достоянием общественности. Она знала, о каких снимках идет речь, и их сделал Мелвин, когда они встречались. Она была в ужасе от того, что шантаж может разрушить ее жизнь. В тот же день она решила перевести деньги на банковский счет Мелвина, надеясь, что он прекратит шантажировать ее. Лорен в очередной раз обратилась в полицию, сообщив, что у нее продолжают вмогать деньги, несмотря на то, что она выполнила условия и перевела деньги. В полиции девушки заявили, что ничем не могут помочь, и этим делом должна заниматься служба безопасности кампуса. Но и там ее никто не захотел слушать. Лорен чувствовала себя беспомощной. Несколько дней спустя она приехала в полицейский участок из-за того, что администрация кампуса ее игнорирует и не предпринимает никаких действий. По мере того, как ей продолжали поступать сообщения на мобильный телефон от неизвестных абонентов, ее страх за свою жизнь усиливался. Она была в отчаянии и нуждалась в защите. 22 октября 2018 года на телефон Лорен поступило сообщение, в котором говорилось, что ей нужно приехать в полицейский участок. Это вызвало у нее подозрение, и она предположила, что Мелвин хочет выманить ее из дома. Чтобы убедиться в своей теории, Лорен позвонила в полицию, на что получила ответ, что никакие сообщения полицейский департамент ей не отправлял. В три часа дня камера видеонаблюдения зафиксировала, как Мелвин прокрался в общежитии, пока девушка была на занятиях, и внимательно следил за входом в здание. Позже, возвращаясь домой, Лорен Макласки позвонила родителям, чтобы рассказать о сложившейся ситуации. Несмотря на то, что разговор был напряженный, она немного успокоилась. Когда родители заверили, что с ней все будет в порядке, так как они решили сами обратиться в полицию и администрацию университета. Девушка только собиралась войти в свою комнату, но вдруг внезапно закричала, и связь оборвалась. Ее отец немедленно позвонил в службу экстренной помощи, чтобы сообщить о том, что только что произошло. Полиция была направлена в этот район. У входа в общежитие они обнаружили на земле рюкзак и мобильный телефон Лорен, но, к сожалению, они прибыли слишком поздно. После обыска прилегающей территории на заднем сидении одной из машин, офицеры обнаружили тело Лорен Макласки. Она получила множественные огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Вскоре, просматривая камеры, стало ясно, что Мелвин взял на прокат автомобиль, загнал его на парковку кампуса, где позже схватил Лорен, усадил на заднее сиденье машины и разрядил в нее всю обойму. После убийства девушки другая камера видеонаблюдения запечатлела момент того, как он покидал кампус. Далее Роуланд позвонил своей знакомой, которая его забрала, и помогла скрыться с места преступления. На тот момент она еще не знала, что час назад он убил человека. Они вместе поужинали у нее дома, он принял душ и ушел. После полуночи полиция опознала преступника, который, как ни в чем не бывало, неспешным шагом шел по улице. Они проследовали за ним, пока он не достиг безлюдного места, и попытались задержать. Однако в этот момент он приставил пистолет к своей голове и нажал на курок. После произошедшего гнев семьи и друзей обрушился на полицию и службу безопасности университета. Лорен десятки раз просила о помощи, но никто не отреагировал. Что еще хуже, один из сотрудников полиции кампуса сохранил компрометирующие фотографии Лорен себе на телефон и охотно отправлял их коллегам в мессенджеры. Если бы кто-нибудь из этих людей проявил хоть немного сострадания и понял, что девушка была напугана по веской причине и была в опасности, то можно было бы принять меры и спасти ей жизнь. Но из-за халатности все закончилось трагедией. Президент университета Юты признал, что они подвели Лорен, когда она так нуждалась в помощи. В октябре 2020 года университет Юты выплатил семье Макласки 30,5 миллионов долларов. Все эти деньги до последнего цента были направлены в фонд Лорен Макласки, который по сей день занимается финансированием исследовательских и образовательных программ. Фонд также оказывает помощь студентам-легкоатлетам.